Россия-Осиан, где был принят очень важный документ, комплексный план сотрудничества до 2025 года включительно. И все подтвердили заинтересованность работать на всех направлениях, которые в этом плане изложены, включая и диалог по линии Советов Безопасности по проблемам стабильности в регионе, по проблемам антитеррористической, антинаркотической деятельности, и диалог по международной информационной безопасности. Это такие два важных направления в военно-политической сфере нашего взаимодействия. Выразили удовлетворение тем, что в конце прошлого года в акватории Индонезии состоялись первые в истории военно-морские учения России и ОСИАН, которые прошли весьма и весьма успешно, были хорошо восприняты в соответствующих странах. Говорили мы и о том, что для повышения потенциала стран-ОСИАН в противодействии новым вызовам и угрозам полезную роль играют ежегодные курсы повышения квалификации специалистов в соответствующих областях, которые проводятся по линии нашего Министерства внутренних дел и по линии Федеральной службы безопасности. Отмечалось то, что несмотря на пандемию в прошлом году наш товарооборот существенно подрос и уже превысил 20 миллиардов долларов. Между Россией и ОСИАН, конечно, это не предел, далеко не предел. И у нас есть направления, по которым мы продолжим работать, включая финансовые механизмы, включая расширение использования национальных валют в взаимных расчетах и другие инструменты. Хорошие перспективы были отмечены в таких областях, как цифровая экономика, здравоохранение, новые технологии современные, атомная энергетика, космос. По этим областям у нас в целом рядом стран-ОСИАН есть двусторонние программы, но все заинтересованы в том, чтобы и на уровне десятки в целом такие диалоги развивать с прицелом на практическое взаимодействие. Нынешний год является годом российско-ОСИАНовского научно-технического сотрудничества, так что все это как бы вписывается в имеющиеся планы, и они реализуются. Одобрен на нашей встрече план по развитию туризма между Россией и ОСИАН до 2024 года включительно, и рабочий план в сфере образования до 2026 года. Ну и еще таким важным элементом развития нашего партнерства с ОСИАН является заинтересованность десятки в расширении контактов с Шанхайской организацией сотрудничества и с Евразийским экономическим союзом. Мы продолжим практику проведения ОСИАНовского диалога на полях Петербургского международного экономического форума. Июньская такая встреча всеми была воспринята очень позитивно, и целый ряд стран ОСИАН планируют участвовать в сентябре в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.